В общем, приглашаю всех на экскурсию, Михаил Кутузов, чтобы вам было интересно, сниму ее полностью. Считайте, как будто сами попадывается. То есть это черноморский крейсер, очень крутой, мне, думаю, понравится так же, как и вам. На экскурсии по Михаилу. Залезли, получается, на этот корабль, стоимость экскурсия 200 рублей. Такая красота. Главный калибр крейсера 152,4 миллиметра, прицельная дальность стрельбы 31 километр. Башню обслуживало 63 человека, 20 в башне. Остальные везут, а под нами еще 5 баллов. Там погреба, пороховые, снарядов, зарядов, перегрузочные помещения. Снаряды нужно было заряжать. Снаряд весом 57 килограммов, в него трамбовался пороховой челок. Затем ставился заряд, бронебойный, осколочный. Получалось более 80 килограммов. Все это постепенно доводилось до стволов, были учения, производилась стрельба. Но это была холодная война, постоянные тренировки личного состава. Нужно было одному матросу за 5 минут набросать более 800 килограммов зарядов, чтобы вложиться в скорострельность. Скорострельность 7 выстрелов в минуту каждого стола. Так проходила служба личного состава главного калибра. А теперь от броня, если поднимаемся за мной, на верхнюю палубу крейсера. Такой же потрепанный кораблик. Такая глубина. Михаил Кутузов называется. Кораблик этот. Такая колокол. Каюта. Каюта. Вот какая пушка большая. И так, ребята, все, тихо, успокоились. Мы поднялись на палубу, которая называется шкафут. По шкафуту правого борта имели право ходить только 3 человека. Командир, стартовый, заместитель. Остальной личный состав по левому борту. Матросы только бегом офицеры мечмана могли ходить пешком. Правый борт крейсера гостевой сюда всегда поднимались гости. Гостей было много. Крейсер прошел более 200 тысяч морских миль. Он был в Албании, Болгарии, Югославии, Алжирии, Сирии, Египте. Всем хотелось посмотреть кусочек Советского Союза. До 89-го года крейсер был в составе флота. В 89-м году был выведен резерв. Стоял уже в Севастополе. Как имущество на распродаже, распиловке. Как все остальные крейсера серии 68БИС. Жизни было 14. 13 крейсеров проданы Индонезии, Китая, Индии или распилены на металлолом. Остался один наш Кутузов благодаря ветеранам, дедушкам крейсера. Они все же добились приема в Москве. Их принял Примаков внимательно выслушал, дал указание передислоцировать крейсер Кутузов в российскую военно-морскую базу, использовать как музей Черноморского плота. 25 августа 2001 года на буксирчике, уже без винтов, без котлов, он внутри пустой, как барабан. Был поставлен на это место. Музеем Черноморского плота мы были до 2012 года. В 2012 году нас передали в очень надежные руки. На сегодняшний день крейсер является филиалом Центрального военно-морского музея Министерства обороны. Подчиняемся мы Санкт-Петербургу федерального значения. На следующий год нам уже выделены очень большие средства для капитального ремонта крейсера. Все палубы от Клотика до Киля будут восстановлены как музейные классы, не как боевая единица. Экскурсии будут у нас потом на 4 палубы ниже после ремонта. Пока мы опускаемся только лишь на одну палубу. Перед вами 100-мм универсальная рудия. Скоростельность 18 выстрелов в минуту каждого ствола. Прицельная дальность стрельбы вертикально по самолетам 23 километра, горизонтальной береговой цели 26 километров. Башню обслуживало 19 человек. Таких башен 6, 3 правый, порт 3... Такая красота. Такая красота. Такая красота. Какая красота. Какая красота. Такая красота. Такая красота. Походу снаряды использованные вылетали. В этом номере можно залезть. Фотографироваться. Только ничего не крутим. В педальке не нажимаем, стрельба начнется. Не надо. На крейсере был запас топлива 3700 тонн мазута. На этом запасе крейсер мог пройти более 18 тысяч километров. Скорость развивал до 60 километров в час. Здесь были две пара силовые энергетические установки, шесть котлов, два грибных гента, 120 тысяч лошадиных сил. Мореходность крейсера была неограничена, он мог выйти в 12-бальный шторм. Допустимый проектный угол наклона крейсера 89 градусов. Все равно правый борт, левый борт полежал, отдохнул, немножко приподнялся, снова продолжил движение. По мнению английского морского авторитетного журнала James Cera серии 68BIS вошли в десятку шедевров мирового судостроения. Перед вами стабилизированный пост наводки, вот вверху. Уже в те годы при помощи радаров на расстоянии до 50 километров обнаруживались цели. Данные выдавались на универсальные калибры наведения. Стрельба производилась автоматически. Так, ну Костюм, не надо сюда лазить. Уже один фенгал есть, еще один хочешь, пойдем со мной лучше. Пойдем, 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 говорю. Это зенитки. Пойдем, быстренько сюда, пойдем, я сейчас тебе работу найду. У нас уже с фенгалом. Вот такая вот пушечка. Вот, зенитка. Жесть просто. На палубе, на верхней находишься, он необыкновенно большой. Больше никто не крутит, только зенитку крутим. Перед вами зенитные установки ближнего боя. Скорострельность 160-180 выстрелов в минуту каждого ствола. А, пушка самовернется. Сейчас их скручу запустим. Стволы при стрельбе накалялись, шланг очки сверху до охлаждения. Охлаждалась обычная заморка на новской ладонь. Обещают восстановить его на следующий год. Разстреливалась вы, пожалуйста, опять другую. Здесь нет никакой автоматики, только при помощи физических усилий. Личного состава добивалась оскорострельность. Идем дальше вниз, за мной. Тоже пушка такая. Кресель весь бронирован. Под палубой броневой пояс 50 мм. Бортовая броня 100 мм. Ниже в отверлинии бронь 120 мм. Двойное дно, как подводной лодки. Сотка универсалка, бронь 120 мм. Все четыре башни главного калибра бронь 175 мм. Автономность крейсера была 30 суток. Он мог быть пути, недополучая питание, продовольствие, вооружение. Но каждые 30 суток его нужно было пополнять. Особым контролем пользовалась питьевая вода. Свои приснители работали не очень качественно. Вот здесь лебедка. Натягивались от троса на соседнее судно. С которого передавали коробочки по тросам питание, продовольствие, вооружение, питьевую воду. Здесь тележка расстояла. На тележку все это принималось, потом постепенно опускалось вниз по штатным местам. Проходим дальше. Вот это пушечка. А вот это пушечка. на площадь Новороссийска Нос подсвечивается ночью Пойти тому рыбаку, который возмущался, кинуть камень Вот так вот, аппарат так аппарат вообще Вот из этой первой башни главного калибра в 61-м году стрелял лично Юрий Гагарин, когда был гостем на нашем крейсере Обратили внимание на флаг, который поднят на флаг В 1702 году Пётр Первый назвал его крепостным флагом Объяснил почему, сказал Красный фон, береговые войска, пехота Голубое, Андреевское, Москве, Терпеть и русские войска Сюда подошло переход и стало на якорь Пётр Первый сказал, полимается крепостной флаг Образовывается крепость Современное название флага Юрий Стояночный Он поднимается только лишь на стоянках На больших кораблях первого и второго ранга У нас крейсер первого ранга Поднимаем его в 9 часов утра Опускаем по графику захода солнца Который нам дает военно-морская база Мы стоим на якорях У нас два якоря веса по 7 тонн каждый день У нас нет 8 тонн якоря весит Каждая цепочка 306 метров длиною 30 тонн весом При помощи электрошпилей они подмогались Опускались Обратили внимание вперёд У меня подушили на штурганскую руку Там пока три стрелы Командир львовых постов По бокам на балкончиках стояли сигнальщики с флажками При помощи флажков передавались данные на расстоянии видимости Было такое время Чуть выше четыре окошка оперативный зал командующего Самое высокое место у последней антенки называется Глотник 52,5 метра до воды Мы стоим на полу У нас тут делим 7,5 метров Здесь 15 метров водички Крейсер постоянно в движении Сейчас мы с вами опустимся на одну палубу вниз Посмотрим в салон отдыха Кают компании офицеров Кают офицеров В кухнике матросов поговорим Аккуратненько Проходим дальше Сейчас пойдём вниз Посмотрим по каютам полазим Я сейчас тебя пойду посаду в машину Чётко зашли То есть 200 рублей Ещё раз повторюсь Стоит взрослые 100 рублей Школьники, студенты По предъявлению документов В общем, очень интересно Мне нравится Бежать не надо По трапику вниз В нижнюю палубу Аккуратненько По одному По одному Что вы усвоено Не везде можно пройти Обещают после ремонта до 4,5 метров вниз спускаться можно Лестница. Кстати, телефон хорошо брал, у меня эти виды лучше. Лупочки горят. Ребята, вот сюда по кеслам рассаживаемся, все в кают-компаниях. Что, туда или что-то? Да, мы здесь фотографируйте в салоне, а потом там копаем и болтать. Машу Кутуза. Вот он получается. Они это классом меньше, наверное. Первые отечественные крейсера. Let's go. Командир крейсера Михаил Кутузов, который руководил этим крейсером. Подводная лодка. Ох, и кошка. Это, получается, мы сейчас находимся в кают-компании. в кастрюме. Еще одна подводка. В кастрюме. В кастрюме. В кастрюме. В кастрюме. В кастрюме. Вот он, коммунизм. Даже все уже поздно. В кастрюме. Такая крутая кают-компания. В кастрюме. В кастрюме. В кастрюме. Здесь все сохранено в оригинале. Семь диваном, креслом. 62 года. Жены не были до вашего прихода. Пожалуйста, отнесемся к ним. Так, не прыгай, говорила и она. Ксюша. Так, все, ребят. Илья разговаривает, мы идем дальше в автобус. Ну, договорились. А чего? Итак, я не понял, пацан. Итак, мы прошли через салон отдыха офицерского состава. Рабочий день офицеров свободных от вахты. Заканчивался в 18.00. Они опускались в салон отдыха. Там они отдыхали. На столах подшипки газет, подшипки журналов. В углу небольшая библиотечка. Труды Карла Маркса, Ленина, Энгельса. Офицеры констектировали за столами. По центру стоял бильярдный столб. Можно было погонять шары в условиях качки. Офицеры там читали, писали, играли в бильярд, гоняли шары и ждали прихода старпома. Здесь уже накрыты столы, листовыми и кушать хочется. Но старпом задерживается. Без приглашения старпома никто никогда не имел права зайти в кают-компанию. Только лишь по приглашению. В кают-компании 70 мест согласно штатного расписания. Переступив порог кают-компании забрались воинские звания и должности. В кают-компании секту вдруг обращались только лишь по имени и отчеству. У каждого было свое место. Если офицер на вахте, его место не занималось. А вместо командира вот там убил столенина. Но командир здесь мог сидеть только лишь по приглашению. Офицеры, собравшиеся в кают-компании, решали, когда пригласить командира. Вечерний чай, завтра на обед, может быть, послезавтра на ужин. При принятии положительного решения листовой посылался к командиру. Именно назначенное время мог прийти в кают-компанию. Без приглашения командир никогда сюда не заходил. Кают-компания только лишь офицеров здесь питались офицеры. Кают-компания Вечмолов на одну палубу ниже. Там такие же столы, такие же кресла, но уже нет иллюминаторов. Матросы же питались в своих публиках. Там, где жили, там, где спали. До конца 60-х годов были не предназначены столовые личного состава. Публики 40, 50, 60 и 70 человек на три палубы ниже под нами. В публиках трехъярусные кровати на цепях. В проходах между кроватями ставились раскладные столики на время приема пищи. От каждого публика выделялись бочковые. Они получали на кампусе бочки с пищей. Бочки на 10 человек. Первое, второе, третье. И по пекарне выпускало 1200 булок хлеба ежесуточно. Получив все это, матросы бегом бежали вниз. Именно бегом. Матрос, шедший пешком, тут же попадал в приборочную команду начищать палубу. Там внизу не только публики личного состава. Огромные склады, запасы продовольствия. Токарные, старкистные, сарные, сварочные аппараты. На крейсере был свой заводик. Крейсер было предназначено сделать любой ремонт пути, не заходя ни в один порт. Там внизу швейная мастерская, сапожная мастерская, баня, парилка, предматерская, огромнейший прачечный комбинат. Прямо под нами клуб на 100 посадочных мест, где матросы смотрели фильмы, играли на балалайках, гармошках, танцевали яблочко в присядку. Стептиз тогда не крутили, это было не модно. Показывать было некому женщин, никогда не брали с собой походы. Медицинский блок крейсера был укомплектован полностью. Раньше не было санитарных вертолетов. Помощи ждать было неоткуда. Здесь на крейсере, амбулатория, лаборатория. Брали кровь, делали анализы. Рентген, кабинет, аптека, операционный зал, операционная перевязочная, лазолет, 24 бойка местных. Все это когда-то работало. Мы с вами еще пойдем по левому комборту, коридору. Первое, что мы с вами увидим, будет каюта старшего офицерского состава. Жили офицеры по два человека. Ярусная кроватка, шкафчик для формы, умывайлик, рабочий стол. Естественно, иллюминатор еще на этой палубе. Младший офицерский состав, капитан-лейтенанты, ниже на одну палубу, ниже. Там уже кубрики без иллюминаторов. Мечмона на две палубы ниже, но матросы на две палубы ниже. Мы выйдем с вами в медицинском блоке. Открыта лаборатория, открыт кабинет дежурного врача. Зайдем в кубрик матросов, где жили 27 человек. Оркестровая команда крейсера. Музыканты, единственные матросы, которые видели бычь через иллюминатор. Истальные все глубоко внизу об этом могли только мечтать. Выйдем с вами на камбузной палубе. Камбуза было два. Мы увидели камбуз личного состава. На тысячу человек там готовили кушать. Офицерский камбуз наверху. Ну и раскладка была одинаково. Готовили всем из одних продуктов. На обратном пути мы вами выйдем колокол. Расскажем историю крейс-колокола. Отобьем его сделать в отсеке как. Как подводная вот как. Мы сейчас с вами дружненько пройдем отсек номер 5. Коридоры старшего офицерского состава. Внимательно переступаем по рожке. Аккуратненько. Пошли дальше. Все информации. Комната офицеров. Два человека, чтобы за щеткой не зайдешь. Где-то кашу варят, запах такой. Молода торчащие в разные стороны по всему крейсеру. Это не разруха. Комната офицеров. Комната офицеров. Комната офицеров. Комната офицеры. Все крутится. Кубок матросов. На цепях, кровати С моим ростом было бы тут проблематично Идем дальше Сейчас с берега подается напряжение 382 Ребята, сюда не надо в камню Это камня личного зашла В столу В объеме к кухне Сухой провизит Вибрирует Светство борьбы за живую честь Да, конечно, с моим ростом тут проблематично Основные фотки Дошли Вот такси, новороссийский вертолет Итак, ребят, все угомолились, все утихли? Перед вами реликвия нашего крейсера, наш корабельный колокол Он именной выбитом Михаил Кутузов за 54-й год Он сюда поднят 9 августа 54-го года Отлит он, как и построили крейсер Николаевской верты Город Николаев Раньше старые парусные времена английского фото Колокола служили лишь только для подачи звуков, подачи сигналов Ларийные, пожарные, тревожные сигналы подавались Но Петром Первым уже был назначен Вахтиный В руках у него были песочные часы на 30 минут Которые назывались осклянка Вахтиный стал называться скляночником Отбить колокол означает отбить склянку Каждые полчаса отбивались склянки Все это заносилось в Вахтиный журнал Колокол стал показывать точное корабельное время Раньше не было ни часов И хронометром в 12 часов дня Происходил необычный звук Три тройные склянки Этот звук называется рында По тренде начиналось исчисление новых корабельных суток Сутки на плоти исчислялись с полудня Не с полуночи Колокол наш отлит из бронзы Веса 86 килограммчиков В него добавлено 2 килограмма серебра Для придания звучания мелодичности звука колокола Звук колокола в море слышен На расстоянии свыше 10 километров Сейчас я вам отобью обдув двойную скляночку Чтобы вы имели представление о звучании колокола Склянки самостоятельно Да что же дела такие Я повышаю голос, они еще больше меня Больше никто не отбивает Все готовы? Да А можно еще раз? Нет Вот такой красивый мелодичный звук вашего корабля Все, ребята, тихо Это наша экскурсия окончена Спасибо за внимание Пойдем с той стороны снимем корабль Ну что так, звучок Аккуратненько, без паники С этой стороны Выглядит другая сторона корабля То же самое Пушки стоят Ну, в принципе, то же самое, что и на правосне Ну, на всякий случай, решил снять Пушки performing Спасибо за внимание Субтитры создавал DimaTorzok